А что-нибудь слышали про каменные технологии в плане электричества? Откуда это все идет? Скажите, вот эта вот шунгитомания, откуда это все пошло? Ну, я не знаю, вот до этого мы сколько лет были и что-то не занимались этой шунгитоманией, вы не занимались. Я думаю, что это сильно переоценено любителями и теми, кто продает шунгит. Потому что с этим самым сплазменным шаром, по-моему, явно я вам показал, что там нет никакого этого самого чудес. Ну, шунгит, да? Почему шунгит? Шунгит меня впечатлил 4-5 января, когда был доклад Андрея, который 25 лет изучает этот материал. Он там выезжал, где вот в Карелии. А где, кстати, в Карелии? Там сегодня называли, я уже так забыл. Лучше посмотрите в этом интернете, там прям показывают. У нас месторождений мало. Вот один из уникальных материалов. Вот. Который, да? Отличный. О, замечательный. О, то, что доктор показал. Есть у вас аниметтор? Мы замеряли уже, Саша. А, вы проверяли уже, да? Буквально стирали. Так, будешь еще или нет? Пока все, да. Угитомания в действии. Вот. И он дал мне кусочки попробовать, да? С точки зрения, как бы, что-то такое. Я вот с этим не касался никогда. Никогда я вижу природный материал в виде камня, который является уникальным проводником. Многие камни проводят. Многие камни проводящие. Так как вот этот проводят, их больше нет. Сейчас я дам тебе тестер. Потому что вот этот N типа полупроводник. Электронная, так сказать, у него проводимость. И она, значит, чем уникальна, на мой взгляд. Формулу ты смотрел? Какую формулу? Здесь углерода. В какой форме находится в шунгите углерод? Ну, мне так не видно. Я понимаю, что я не вижу. Я не знаю, насколько это, так сказать, как бы, можно назвать шунгитом. Потому что, на самом деле, это называлось шунгит, содержащий щебень. Который я закупил однажды целую машину. Машину? Да. Такое богатство. И куда вы его отправили? Он был очень дешевый, кстати. Дешевле, чем гранитный щебень. И засыпал им фундамент своего дачного дома. Ну, сделал вот этот ростверк, то есть этот бетонный. Я понял. Смотрите. И потом внутрь засыпал этого шунгита и залил бетон. Что у нас получается? Вот проводимость, сколько там меряет сейчас. Ну, конечно, никакого качества, которое у меня образец. Я, по-моему, ничего не меряет. Ну, значит, это какое-то немножко... Действительно, шунгита тут мало, на самом деле. Ну, ладно. Секундочку. А вот с этой стороны здесь какой-то кристаллы как бы больше. Вот смотри, кристаллы. Все ходы записаны, сейчас я принесу. Действительно, образец. Ну, так вот видите, шунгит-то оказался не настоящий. А то, что в банке у вас лежит. Какой банк? Нет, а там... Нет уже в банке. Там у меня не шунгит, там этот самый, кремний. Кремний. Это, так сказать, облагораживание воды кремнием. Вот это да. Ну вот, давайте смотреть. Настоящие образцы. Ну, давай, давай. Секта свидетелей истинного шунгита. Да, ну, это видишь, это полированный, да. Сейчас я и другую достал. А, нет, ну, давай, давай. Сейчас сначала проверим. Интересно, да, насколько... Да, видишь, здесь... Ну, вот это щебень, значит, здесь есть некоторая часть. По-видимому... Качество... Ну что, он сколько? 9 Ом показывает? Шарик. Ну, вы руками-то не держите. Хорошо, сейчас я попробую, конечно. Давай я подержу. Нет, только держать как раз нельзя. Сейчас надо... Нет, ему-то можно держать. Сейчас подделаем. Ну что вы, все у вас. Ну, 20 Ом там, да. Да. Это высокоэффективный... А, подожди, мы этот смотрели не на Ом, не на этом самом, а на сопротивление. Давайте вот так вот. Нет, нет, дальше там где-то... Нет, ну тут сопротивление маленькое. Вот оно. Это 0, да, считается? Да. То есть 0,8, 0,9 это 0. 0,8 у нас ошибка систематическая. Ну, 10-12 Ом. 10 Ом. Между... Да, между вот этими... Краями шара. Сюда. Берем... Значит, продается Финдик фильтр для чистой воды. Я дома купил. Специально попробую. Вот. И... Он в таком, в таком виде. Сейчас покажу. Вот в таком виде. Вот как раз я сейчас исследую именно вот в таком виде шингитовую. Вот это вот. Порошок? Для фильтра. Для фильтра очистки воды. Порошок? Это не порошок, но там и порошок, и такой вот он такой вот. А, ну это отсев, так называемый. Кусочками, да. Отсев. Ну, это вот и щебня, судя по всему, понимаешь? Сейчас. Точно такой же, как вот здесь примерно. Тут ещё неисправности, кстати, есть. А, нет, есть. 12 Ом. Так а прямо туда нажми, да? Тут надо как раз, чтобы края были. А-а-а. Вот. 4 Ома. Ага. Значит, что я делал? Посмотрите. Ну, как? Это углерод в уникальной формуле. Углерод находится в виде шара поверхности. 60 атомов углерода соединены как одно целое. Форма шара, чем она характеризуется, да? Вписаться к какому-то другому атому очень тяжело. Это совершенная форма. Поэтому она не переходит ни в алмаз, ни в форму графита. То есть она не пачкается. Ну, если посмотреть, да, вот это уже материал, камень. Температура плавления вот этого проводника 3000 градусов. Представляете? Да. То есть я как бы вот этот кусок, когда подключал, 4 вольта. 4 вольта, 1 ампер. Я разогрел его до 175 градусов легко. То есть и предела ему нет. То есть это, с точки зрения, я даже видел в этом, в Крыму продают шумгитовую панель, значит, нагревательную. То есть вы можете ее приобрести, да, присоединить. У вас там и уникальный материал, он там, как бы, у него уникальный еще... На этом, на сайте я видел, там продаются такие прям пластины. Ну вот, то есть вот этот, вот этот уникальный материал. То есть ты имеешь ввиду, что пластину такую, значит, берешь, подводишь напряжение. У них панель сделана из шумгита. Ну, там ладно, я в принципе говорю. То есть если ты говоришь здесь, с двух сторон подводишь напряжение, все, вот у вас нагреватель. Она нагревает. Я думаю, там сделаны элементы последовательно. Скорее, в эти панели. Шумгитовые? Да, которые продаются. Скорее всего, там сделаны отдельные элементы последовательно. И? Ну, чтобы сопротивление было такое, что иначе, если вы в розетку ставите, будет короткое замыкание. Нет, это в розетку, да. Я в принципе имею ввиду. Такое напряжение, как мы используем. Испытатели, тем более, как бы, сенсоры всегда интересны, да? Ну, мы знаем, там, термопару для измерения высоких температур, да? Вот на этой основе, ну, вообще, элементарно сделать до 3000 градусов датчик температуры. То есть он при температуре, у него сопротивление, естественно, уменьшается. Это N-типа полупроводник. И чем больше температура, тем у него больше проводимость, меньше сопротивление. Все, да. Я там померил, у меня получилось где-то 5 Ом. Было 10, там, 15, где-то так, до 5 Ом при температуре 175 градусов. То есть вот на нем можно делать такие... То есть зависимость сопротивления от температуры, да? Да. То есть он отличается. То есть у него сноса вообще нет. Вот если его использовать просто как, ну, воду греть, да? Вот можно до 100 градусов там сделать какой-то вот себе обогреватель. Вот на основе этого элемента, да, самого. Ну, просто он, во-первых, ничем не взаимодействует. Он очищает, на самом деле, воду там. Вот я как раз и делаю сейчас. Воду эту чистить и смотреть. Ну, просто пробовать ее, да? Вот. В этом плане. Очень интересно. Я пытался найти П-типа. П-типа, значит, полупроводник. Именно из камня, да? Ну, минерал какой-то. Пока еще только смотрю, потому что если их научиться, значит, соответственно, управлять друг в друга, у вас получается диод. Каменный диод, который обладает уникальными характеристиками, неубиваемый там. А кремниевый? Чем вам? До, скажем, 3000-2000 градусов он будет работать. Вот этот диод. Потом он высокочастотный. До скольки тысячи он будет работать? До 3000 градусов. А почему вы думаете, что до 3000? Температура плавления. Подождите, температура плавления кремния тоже она. Сколько? Высокая. Какая? Ну, я не знаю, какая температура плавления кремния. Температура плавления кремния сколько? Подождите, давайте с кремнием. Ну, скажем так, пускай там выше 300 градусов, что диод работает при 300 градусах. А почему не будет работать? Если у тебя P и N проводник, да? У тебя просто температура высокая, но у тебя… Ну, я боюсь, что уже диод закончится весь на 300 градусов. У тебя ток будет проводиться в одну сторону больше, в одну меньше. Вот тебе и диод. Нет, ну вот обычный диод кремниевый. Ну, диод температура 100 градусов по паспорту и дальше он уже может даже выйти из строя. Ну, так видите, я к этому вас и подвожу, что температура плавления материала это непредельная температура для устройства, которое сделано из этого материала. Вот к чему. Поэтому как-то очень… Мы же знаем. Очень оптимистично вы говорите про 3000 градусов. Ты же знаком, да, с технологией создания диодов. Какая технология диодов? Каким образом диод создается? Нет, только в очень общих счетах. Ну вот. То есть есть процесс, да? То есть у тебя есть кремний, пластина кремния. Дальше ты легируешь определенный материал. Какое-то количество создаешь. Он у тебя… Кремний впитывает этот материал, да? И у тебя вот эта область становится некой проводимостью. Либо N, либо P-типа. Соединения P и N-типа вместе дают как раз тебе, значит, диод. То есть в одну сторону у тебя ток легко проводится. А если ты меняешь полярность, то у тебя не проводится. В общем-то и все. Но! Если ты сделаешь любую конструкцию… Любую. Юткина знаешь такой эффект? Гидродинамический удар. На основе маленьких… Да, и что? Ну вот. Вот у него, если книжку почитаешь, у него есть конструкция диода. Никакого, так сказать… Ну так вот, если обычная… Конструкция, она как полушар, да? И в центре у тебя подходят еще типа иглы… Ну да, заливается жидкость, вода обычная туда. И у тебя это тоже получается диод. То есть в одну сторону у тебя проводит хорошо, а в другую – плохо. Он его использует как диод своей конструкции для больших-больших токов. Там токи, я не знаю, тысяча ампер. Просто… Еще раз говорю. В природе у тебя есть проводник, диэлектрик и полупроводник. Полупроводников огромное количество, да? То есть… Ну они разного типа. П – Н типа. В зависимости от того, какой тип у тебя проводит определенное электричество. Это Н типа полупроводник. В чем высокоэффективный, да? Как показывает ОК. Ну вот. То есть вот… На основе этого можно сделать датчик температуры. Просто на ура. Причем высокотемпературный. Я не знаю, там линейный, если это надо проверять. Меня больше интересует диод для высокого напряжения. Будет вам… Мишка. В смысле эффекта Юткина. Будет. Сейчас я покажу одну штуку. Вот. Ну сейчас я скажу, да, вот тоже вот… По поводу этого. Ну вот. А что еще, как бы с точки зрения… Шарик красивый. Дорогой, наверное. Нет, вообще копейки стоит. Стоит сто с чем-то рублей. Это вообще не о чем. Кофе раз не попить и все. Вот. Вот. Вот.